Итак, ребят, далее у нас идет второй по значимости бой, который будет этим вечером и очень такое по именам неплохое противостояние, да, Энтони Петти здесь у нас будет встречаться с Нейтем Диосом. Ну, собственно, опять же, это бойцы, которые совершенно не нуждаются в представлении. Нейтем Диосу сейчас 34 года, он провел, ну, просто под эгидой UFC огромное количество бойцов, просто как бы боев, просто вдуматься, да, с 2007 года он в UFC выступает. Опять же, стоит обратить внимание, да, что он не выступал с 2016 года, то есть, таким образом, у него уже три года простой, но, опять же, если взять, да, три его крайних поединка, он там был андердогом в бою с Майклом Джонсоном, но показал просто прекрасное выступление, перебив Майкла в стойке. Затем встречался с Конором Макгрегором, опять же, будущий андердогом, показал прекрасный бой, выиграл досрочно, затем реванш с Макгрегором, поражение Маджорити, но, опять же, ну, объективно говоря, это был очень близкий бой. Что касается Петиса, да, ну, тоже ему сейчас 32 года, опять же, очень опытный парень, огромное количество боев, и, ну, в последнее время он же, так скажем, скачет по весовым категориям, да, и, ну, попросту чередует победы и поражения. Я напомню, что в 2017 году у него был очень крутой бой с Дастином Парье, да, он там проиграл его из-за травмы, затем он выиграл Майклу Киеса досрочно, затем встречался с Тони Фергюсоном, опять же, они закатили очень крутой, очень зрелищный бой. К сожалению, Энтони Петис его проиграл, и я напомню, что в Краймс своем бою он выступал, ну, вот как раз-таки в 170 фунтах, он дрался со Стивеном Томпсоном, он был здесь эндердогом, и по большому счету бой спокойно, уверенно проигрывал, да, но в конце второго раунда выбросил неожиданный удар, ну, неожиданный для Стивена Томпсона, и выиграл досрочно. Здесь мы видим, опять же, коэффициенты очень близкие. Бывший чемпион Энтони Петис идет за 1,71, а Нейт Диас, который, ну, повторюсь, да, 3 года отсутствовал, идет за 2,2. Вот такое здесь противостояние, что здесь думаешь, Андрюх? Очень интересный бой, и Энтони Петис серьезно приподнял свои акции, когда нокаутировал Стивена Томпсона, потому что, ну, череда поражений в легком весе сильно пошатнула его позиции, и многие начали говорить о том, что он уже не тот, он уже не может драться на столь высоком уровне. Ну, а так вот мы можем видеть, что одно удачное попадание просто переворачивает вашу карьеру с ног на голову. Но я бы не стал сильно обольщаться, на самом деле, относительно этого попадания, потому что, в целом, он, как мне кажется, не выглядел столь хорошо против Стивена Томпсона. Против Стивена Томпсона вообще сложно хорошо выглядеть в ударной технике, потому что этот парень не оставляет желать ничего лучшего. Однако, Энтони Петис выглядел не слишком истощенным, он выглядел достаточно свежим, быстрым, и, в принципе, сейчас эта весовая категория, наверное, будет для него более актуальна, потому что он не самый молодой уже с точки зрения спортивного возраста, он много раз гонял 70 кг, и здесь для него будет, я думаю, более подходящая весовая категория. Что касается Энта Диаза, у него прекрасная форма сейчас физически, кто за ним наблюдает, он высушен, он просто выглядит как реально атлет-триатлонец. И он, я не знаю, ребят, он задаст в жару Петису такую, что тот просто будет искать пятый угол. Это очень жесткий будет, 100%. Почему я так говорю? Во-первых, потому что в количестве ударов мало кто может превзойти Нейта Диаза, насколько бы он мне не нравился, и как, в принципе, братья Диаза, выбрасывает он просто нереальное количество ударов, и выбрасывает он их очень с далекой дистанции. Это самое главное здесь, потому что Энтони Петис предпочитает на руках работать именно на ближней дистанции. Он неплохо работает с ног на дальнюю дистанцию, допустим, хай-кики, лоу-кики, и вот эти вот его всякие виртуозные удары там от сеточки с ковырками, которые заставляют его больше поиметь самому проблем, нежели доставить сопернику. Это его ключевые удары. А на руках же, на руках он предпочитает драться больше на ближней дистанции, так как контратаковать, а Диаз же набрасывает постоянно издалека. Он набрасывает огромное количество ударов из слева и справа, работает по корпусу, и это будет, я не знаю, там сотни ударов нон-стоп на протяжении трех раундов. Я думаю, чисто за счет количества, за счет активности он заберет этот бой единогласным решением. Ну, вот в этом бою я уже здесь не могу с тобой поспорить, тоже склоняюсь скорее к Нейту Диазу, особенно учитывая коэффициенты, которые выставляют здесь букмекеры. И действительно, если смотреть по социальным сетям, то Нейту Диаз находится просто в прекрасной форме. Что касается Петиса, то я считаю, что по последнему выступлению судить бойца немножко неправильно. Да и в любом случае, до победы там было не самое выразительное выступление. Ладно, пойдем дальше и перейдем к главному бою. Дэниел Кормье, Стипи, Меочич, это реванш. Ну, собственно, опять же, я думаю, здесь смысла, да, нет никакого, много про них рассказывать. Бойцы, опять же, которых представления не нуждаются. Дэниел Кормье, 2-1, ну, по факту 2-2, да, на самом деле. Я напомню, что в 2018 году, летом как раз год назад, он встречался со Стипи Меочичем, выиграл его в конце первого раунда на Кутиров. После этого он уже успел провести одну защиту пояса, встречался с Дереком Льюисом и удосрочил его во втором раунде. Что касается Меочича, да, 18-3, ему сейчас 36 лет, и я замечу, что после того, как он проиграл Дэниелу Кормье, больше пока что по правилам ММА у него выступления не было. Ну, собственно, в первую очередь смотрим на коэффициенты, да, и видим, что на всех конторах Дэниел Кормье фаворит, где-то больше, где-то меньше, но в среднем мы видим коэффициент 1,71, и Стипи Меочи здесь у нас идет андердогом 2,2, но кэф на него везде постепенно падает. Вот такое просто, ну, реально супер противостояние, Андрюх. Кому здесь отдашь предпочтение, кто реванш выиграет? Я в первом бою болел за Стипи Меочича, и в этом бою буду также болеть за него. Надеюсь, что он сможет реваншироваться и забрать титул себе. Здесь у меня такой сложный, скажем так, психологический аспект по этому бою, потому что я не могу судить прям вообще непредвзято. Мне никогда особо не нравился Дэниел Кормье своими разговорами о том, какой он великий и прочие моменты, когда он пытается набросать на себя пух, не сделать себя таким вот прекрасным, хорошим парнем, это немножко раздражает. Поэтому не могу оставаться здесь совершенно непредвзятым, но я попытаюсь. В первом бою было достаточно много грязи с его стороны, это и там тычки в глаза, и... Ну, вы все прекрасно видели тот бой. И удар, который, по сути, решил исход боя, был нанесен как раз в ту область, которую Меочич просто не видел. А все мы прекрасно знаем, нокаутирует удар какой? Который вы не видите. Поэтому, мне кажется, все-таки была здесь какая-то закономерность. Не буду искать прям вообще какие-то строгие логические цепочки. Говорит, что если бы не этот, он бы не победил. Нет, он выиграл и выиграл в том бою заслуженно. Рефери как бы ничего не сказал по поводу тачков, но не сказал и не сказал. Хер с ним. Выиграл тот бой кормье. На этот раз тип должен сделать определенные выводы. Потому что его дистанция, это дальняя дистанция, он прекрасный боксер. Он очень хорошо может работать издалека и набрасывать силовые удары. Но в том бою он немножко закипел и начал сближаться с кормье, что и позволило тому нанести вот этот вот удар боковой, который отправил его в нокаут. Нужно сделать определенные выводы. Твоя дистанция, это дальняя. Работай на дальней дистанции. Если у него получится реализовать этот геймплан, потому что кормье не являлся высоким парнем ни в лайт-хеви, ни в хевевете. У него определенные проблемы всегда были с ростом. И с бойцами, которые могли реально тяжело ударить. Если Меочич будет работать по геймплану дальней дистанции и бить сильно, то у кормье возникнут серьезные проблемы. Но если начнет зарубаться на ближний, то там уже 50 на 50. Все как в первом бою. Но надеюсь он сделал определенные выводы и будет работать очень умно и заработает победу единогласным решением. Ну, опять же, в целом, да, будем честны, кормье в тяжелом весе себя просто прекрасно чувствует. Просто прекрасно. Вот. Но, опять же, я здесь вынужден с тобой согласиться, потому что, как мне тоже показалось, что Меочич немножко не с умом провел первый бой, допустил ошибку, за которую, собственно, поплатился победой. Ну, и, опять же, здесь такой необъективный момент. Коэффициент, так же, как тебе, как бы, Кормье мне не особо нравится и никогда не нравился. Поэтому, и, опять же, учитывая коэффициенты, как бы мне здесь намного более приятно будет поболеть за Степи Меочича. И я буду надеяться, что он выиграет реванш и вернет себе чемпионский пояс. Ну, а там уже посмотрим, да. Ну, вот, сейчас вот сидим общаемся с тобой, попадается мне запись на глазах, где он говорит, что Андерсон Сильва не великий, а великий он. Ну, блядь, охуенно. Да, красавчик, правильно? Все, теперь, да, теперь я буду за тебя болеть. Блядь, пиздец полный. Ладно, ребят, будем прощаться, наверное, с вами. Да, 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 ребят, как обычно, на сегодня у нас все. Я просто в очередной раз, да, напоминаю, что это просто наше субъективное мнение, и, как бы, ваше мнение, оно может не совпадать. Напишите в комментариях, что вы думаете по этим боям. И это просто обзор, да, это не ставки. Если кого-то интересуют конкретные ставки, переходите в паблик, ниже по ссылке будет описание. Там просто куча всего интересного, забавного. Ну, и, собственно, все, как всегда. Ставьте лайки, бейте в колокольчики. Всем до свидания. Да, ребят, все по традиции, поддерживайте активностью. Это самое главное, что вы можете сделать. Чем больше у вас желания смотреть контент, тем больше у нас желания его делать. В остальном, Рома все сказал. Колокольчики, там, подписки. Все как обычно. Всем пока, ребят.